Здравствуйте! Озвучена повестка 9-го Невского Международного Экологического Конгресса. Одна из тем круглых столов – это сохранение биоразнообразия и экотуризм. В последние годы это сочетание двух понятий очень прочно вошло в чиновничный лексикум. Мало того, отображено разнообразных государственных документов, стратегиях, планах. Сознание среднего россиянина упорно вдалбливается мыслью, что сохранять природу можно только развивая туризм. Есть даже федеральный проект, который так и называется – «Сохранение биоразнообразия и экотуризм». И одна из задач этого проекта – увеличение потока посетителей особо охранения природных территорий. До 2019 года, до его конца, необходимо было увеличить поток посетителей ОПТ, не менее чем на 4 миллиона человек. Наверняка, намного больше привлекли. В качестве обоснования от этого повсеместного внедрения технической деятельности на ОПТ, как правило, чиновники указывают на международный опыт. Очень любят ссылаться на американские национальные парки. Прежде всего, на Елустонский национальный парк. Любят повторять цифры, сколько там миллионов посетителей в год и сколько миллиардов долларов на них зарабатывают. Но в реальности же охрана природы, включая из них биоразнообразие, и туризм – это два разных направления деятельности. В значительной степени взаимоисключающие друг друга. Негативные экологические последствия туризма очень разнообразны. Наблюдаются повсюду, включая и, так называемые, цивилизованные страны. Ну а в нашем, я чувствую, этот фактор негативного влияния на природу очень сильно усилился на последние годы. Если говорить, например, об озере Байкал, то в настоящее время, после закрытия Бацебака, наибольший ущерб великому озеру подчиняется именно туризм и все, что с ним связано. В национальных парках Канады и США сейчас, наоборот, увеличивают процент территорий, закрытых для посещения туристами. В некоторых крупных нацпарках такой процент закрытый уже достиг 97% всей площади. На закрытой территории срываются, уничтожаются дороги, построенные ранее. Гостиницы находятся за границей национальных парков. Ну а у нас все делается с точностью до наоборот. Одним из самых антиэкологичных национальных парков в России является Прибайкальский национальный парк. Я проработал до 2012 года. Экологическая деградация природы Прибайкальского парка наблюдается уже лет 20, но высокие чиновники стараются этого не замечать. Вот и теперь на этом самом конгрессе международном не собираются говорить о негативных последствиях туризма для природы. Наоборот, концентрируются на пользе туризма для сохранения биоразнообразия. Ну а на мой взгляд, сохранение биоразнообразия никак нельзя связывать с туризмом. По крайней мере, на нынешнем этапе развития нашего общества он характеризуется крайне низким уровнем экологической, да любой другой культуры. Культуры. Крайне низким уровнем законопослушности. У большей части населения очень невысокий уровень жизни. И в сочетании таких факторов следовало бы, наоборот, оградить уникальные природные объекты от туристов. Но в реальности их тщательно туда завлекают. Что еще следовало бы сделать, по большому счету, с опытом? Это запретить им заниматься коммерческой деятельностью. В 2011-2012 годах я дважды писал письма на имя двух наших президентов, которых описывал негативную ситуацию при Байкальском национальном парке, где я тогда работал. Но также и ситуацию негативную в системе заповедной в целом. В те годы употребляемый мною термин коммерциализации предохранной деятельности он выглядел грубовато, даже оскорбительно в какой-то степени. Но прошло каких-то 9 лет, и он стал аксиомой. И теперь на всех сайтах ОПТ висят таксы, цены за оказываемые услуги. И теперь ОПТ большую часть своих сил и времени тратит именно на оказание платных услуг. Ущерб в предохранной деятельности все это происходит. Кроме того, изменился очень негативно, в негативную сторону сам имидж ОПТ, заповедников национальных парках в глазах населения. Раньше это действительно были предохранные учреждения. А сейчас на них смотрят как на вороватых бизнесменов. Вот до чего докатились. Я бы еще и отменил плату за посещение ОПТ. От нее больше вреда, чем польза. Дело в том, что она идет не впрок даже самим ОПТ. ОПТ очень часто приводит к уголовным делам, по финансовым нарушениям. И еще чаще собранные деньги тратятся не на благо природы, а на вред. На такие проекты, чаще всего по благоустройству территорий, которые еще больше сужают территории дикой природы. Иногда и уничтожают местопитание краснокнижных видов. Кроме того, наше население, ну и так, в большей очереди, не настолько богато, чтобы еще и дополнительно платить государству, ко всем тем многочисленным налогам, еще и за посещение дикой природы. В настоящий момент это чересчур. Ну и другое предложение. Если уж оставлять эту плату за посещение, то хотя бы не оставлять ее в кассе ОПТ, а перечислять сразу в федеральный бюджет. Это именно и было бы, кстати, применением опыта зарубежных национальных парков. Тот же Иллоустонский парк, он от миллиардов собранных с посетителей за посещением территории ничего не имеет. Все это уходит в госбюджеты. А парк работает на выделяемые из центра деньги. Поэтому у них там совершенно нет никаких стимулов экономических развивать эти природопотоки. А наши опыты в основном только тем развиваются, что их развивают. И отделы к просвещению крутятся как белки, зазывая посетителей к себе. Но вместо этого, опыта зарубежного, у нас, судя по всему, нашим чиновникам очень нравится опыт китайских ОПТ. Там широко уже внедрено частное государственное партнерство, причем на этапе сбора оплаты с посетителей. Оплаты довольно высокой. Именно частники там обустраивают входы, въезды, ставят шлагбаума и собирают плату. Причем от нее самим опыты достаются очень немного. А все остальное уходит в частные руки. Ну, вероятно, перепадает и чиновникам. Вот эта схема, судя по всему, чрезвычайно нравится нашим чиновникам. И при Байкальском цинепарке, несчастном, испытывающем у себя все несчастья, по-моему, какие только возможно. Еще внедряется и это самое частное государственное партнерство. И уже есть, так сказать, достижения в области этого партнерства для учета посетителей и сбора с них платы. Процесс идет. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание.